И так я включил камеру на авиарежим и приступаю к распаковке мяса. Я уже говорил здесь, значит у нас получилось 1184 лб в пересчете на килограммы 5 килограмм 370 грамм мяса. Мясо, я уже пробовал его использовать, мясо грузинка говяжья, посмотрите какая красота, посмотрите, у нее такой подходящий процент живности, как раз подходит для приготовления колбасных изделий. Вот, пожалуйста, я сейчас попробую порезать. Нож я наточил, приготовил, чтобы удобно было резать. Ну вот, пополам разрежем. Ну и будем пока на такие кусочки разрежать. Посмотрите, какая красота. И правда ли. Бесподобный кусок мяса. Нет, не жил, ничего абсолютно. Смотрите. Красота. Сейчас я дорежу это мясо. После чего я приготовил соль из расчета 20 грамм соли на килограмм мяса. Посолю это мясо, перемешаю. Так у нас сегодня в меню плохо. Подготовка идет полным ходом. Мясо готово, морковь готовится. Что у нас еще? Лук порезали. Продолжение обязательно увидите. Обязательно вам покажут. Плук сегодня будет необычный. По-другому рецепту. Потому что у нас одни любят белый рис, а другим коричневый нравится. Поэтому у нас микс будет плов. Но вы увидите это все попозже. Начинаем процесс готовки плова. Необычного, как мы уже сказали. Наливаем масло, наше любимое, из виноградных косточек. Накаляем казанок. А вот здесь вот я вам хочу показать, смотрите, один вид риса. Коричневый рис, замоченный. Коричневый, бурый. Ну и второй белый, как уже говорилось. Белый рис. Вот из двух видов рысия будем готовить плов. Вот для любителей. Обжариваем лук. Ключаем вытяжку. Лук у нас поджарился. Мясо готово. Добавляем мясо. Мясо говядины. Обжарим мясо и опять подключим. Прожарилось. Добавляем морковь. Добавляем морковь. Хорошо прожарим морковь. И потом, конечно же, продолжим наш белье. Мы пока не солили ничего, да? Нет. Нет. Сейчас, спокойно. Этап подготовки плова подошел до той степени, что сейчас посолят его, нальют водичку и оставят на какое-то время, для того, чтобы она поварилась с водичкой. Наливать? Да. И кипяченую воду добавляем. Рулик, наверное. Больше не нужно? Нет. Немножко добавим. И теперь в таком состоянии какое-то время будет томиться все. Итак, мясо томилось у нас полчаса. Сейчас самый интересный процесс будет. Мы будем закладывать рис. Убери. Ой. Воспользуемся разделочной доской. На одну сторону мы вложим коричневый рис. Разогониваем его. На вторую сторону мы вложим коричневый рис. Угу. Так, так что. Дай-дай-дай-дай. Разжимать. Струлю. Угу. Пять разменял. Вот чай. Она с места сошла. Еще, еще поверни, чтобы удобно было. Тебе, чтобы удобно было. Вот так вот. Ну и разровняли белый рис. Сейчас еще, чуть-чуть. Разровняет. Белого риса больше получалось? Да. Детвора белый рис любят. Вот так заливаю. И теперь сколько мне понадобится? Сейчас еще залью воду. На воду добавляем. Сколько? На палец выше, да? На палец. Да. Вот добавлено, да. А ты залью не будешь добавлять? Птица не будет кушать. Ну да, дети не любят. Окей. К нам же внуки приехали, внучки приехали на каникулы в гости. Все, теперь выкипать сейчас. Выкипит вода и закроем. Ну это сколько времени будет? Ну, смотря сейчас, и быстрее. Ну, в общем, я на время отключаюсь. Процесс готовки плова подходит к концу. Открываем, смотрим, что у нас. Видите, обкутали как. Проверяем, вся ли вода выкипела. Проверяем коричневый рис. Я надеюсь, вам видно цвет риса? Да. Это точно приготовилось уже. Ну вот, посмотрите. Отличается коричневый рис от бедов. Сейчас будем накладывать так же. Половина чашки коричневого, половина чашки бедового риса. Вот это выпрошили. Поехали. Ну, нечего. Теперь можно перемешать в чашке, конечно. Ну, откровенно говоря, мы впервые готовим такой флоп. У нас опыта мало. Вот чесночок видно. Мы положили. Правильно перемешиваем. Вторичневый ходу перемешиваем. Перемешиваем белый. Решение. Решение. По ходу дела приходится наносить. Решение перемешиваем. Здесь тоже чесночок. Ну, вот так вот. Чем-то отличается. Ну, и по вкусу отличается. Да. Окей. Посмотрите, какое рассыпчатый плов вам сейчас. Вкусно. Дай мне ложечку попробую. Чтобы мы никогда не дегустируем. Коричневого плова. Так это вкусно очень. А вы не забывайте оценивать наш труд. Байками, подпиской. Ну, и комментариями. И так до следующего видео. Желаем попробовать. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова